Друзья мои, всем привет! Сегодня мы будем играть в игру очень умелые ручки. Мы сегодня будем создавать атмосферу нового года. Будем делать камин из подручных материалов и из тех материалов, которые мы купили. Итак, у нас есть вот такая вот фанера. Ее мы будем использовать для основания и для крышки нашего камина. Ну, то есть будет верх и низ из этой вот фанерки. Фанерка 18 миллиметров. Мы ее разрежем пополам. Но это нам как раз хватит для того, чтобы сделать камин. Далее мы купили вот такой вот лист гипсокартона. 12,5 сухой профиль. 50 на 40 и 50 на 50. Также взяли оборудование для того, чтобы создавать камин. Ну, естественно, впоследствии мы его будем также отделывать. Делать на нем декоративную штукатурку в виде кирпичиков. Будем красить. Также подведем освещение к данному камину. Ну, в общем, в результате вы увидите, что у нас получится. Поехали! Первым делом мы делаем заготовки. Основание и крышку нашего камина. Подготовили основание. Нижняя часть, верхняя часть. Теперь делаем разметку. Делаем отступ 5 сантиметров с этой стороны, 5 сантиметров с этой стороны. Это для того, чтобы по этой метке мы закрепили профиль. Так, получается профиль и плюс в эту сторону еще будет 1-2 сантиметра гипсокартона. Ну, где-то здесь 3,8 останется отступ. С задней стороны сделали 2 сантиметра. Ну, а с передней стороны, в общем, все, что осталось. Это расстояние у нас 30 сантиметров. Получается, мы будем крепить сначала бока в ушки. Вот так вот. А потом уже зад и перед. Перед у нас будет с этой стороны. Поэтому отступ мы здесь сделали немножко побольше. Вот такой для визуального эффекта и для красоты. В общем, это же камин. Он должен выглядеть натурально. Так, и теперь небольшой лайфхак. Когда вы покупаете гипсокартон, вы должны сразу знать все размеры вашего камина. Для того, чтобы прямо в магазине отрезать по кускам. И вам не пришлось ввести целый лист гипсокартона домой. Просто нарезали там те размеры, которые вам нужны. Это у нас лист 90. Это вот остаток. Здесь вот по 30 сантиметров 4 штуки. Это у нас стенки. Но вот этот мы тоже куда-нибудь применим. К сожалению, целого листа у нас не хватило. Но у нас есть в запасе один листочек. Поэтому мы его используем. Следовательно, для камина нам понадобится полтора листа гипсокартона. Если вам удастся найти полтора, берите полтора. Если нет, то придется брать два. И уже дома просто по этим размерам вы собираете. Просто кое-где подрезаете, подтачиваете. И все. Лайфхак. Пользуйтесь. Очень удобно, кстати. Ну а профиля, естественно, вы можете тоже нарезать по размеру, который вам нужны. Если они вам целиком не лезут в машину. Мне они лезут, поэтому я целиком их привез сюда. И буду уже резать здесь по размеру. Так, разметку сделали. Теперь крепим профиль по нашим меткам. И будем уже собирать каркас нашего камина. Сделали основание для крепления колонн. Здесь будет одна. Здесь будет вторая. И абсолютно одинаково зеркально делаем верхнюю часть. Размеры нашей ножки получаются 19 сантиметров. Это без учета гипсокартона. И ширина, как я уже сказал, 30. Почему я сделал вот такое вот широкое расстояние между ножками, я вам объясню чуть позже. Покажу точнее. И вы сами все поймете. Эту часть я не стал крепить. Так как, если сюда я закреплю профиль, получается, здесь у нас получится ширина 5 сантиметров. И нам нужно будет с этой стороны еще нашить гипсокартон. Получается, мы внутреннюю часть уменьшим. Для того, чтобы не крепить сюда профиль, я решил использовать вот такой вот брусок. Брусок я просто закрашу с внутренней стороны в цвет внутренней отделки. И, в принципе, его видно тут не будет. Он будет такой небольшой брусочек снизу и брусовочек сверху. Но сверху у нас еще будет такая импровизированная крышка. Так как мы используем профиль 50 на 40, то есть мы взяли все профиля одного наименования. И теперь нам нужно собрать из этого стойки. Делаем все стойки по 90 сантиметров. И вот эти края болгаркой вот так вот подрезаем. С этой стороны и с той стороны. Для чего нам это надо? Для того, чтобы вставить профиль в профиль, и у нас он вошел хорошо. Если мы попытаемся воткнуть профиль 50 на 40 в профиль 50 на 40, края начинают топырчиться. И это нам помешает без проблем зафиксировать гипсокартон. Ну то есть вот это все у нас дает лишний миллиметрик. То есть гипсокартон начнет в этом месте выпирать. И при покрывании его вот этот будет бугорком. Если мы подрезаем профиль, то когда мы его выставляем на свое место, он у нас не топырчится. Вот так вот аккуратненько вставился. И все. Мы спокойно зашиваем гипсокартон. И никаких бугорков в будущем у нас не будет. Ничего страшного, то что профиль у нас подрезан. Свои свойства он не потерял. Мы здесь все зафиксируем с помощью просекателя. И дополнительных бугорков от PreShype тоже у нас не будет. Поэтому пользуйтесь таким вот лайфхаком. Но я всегда использую однородные профиля. Всегда подрезаю вот так. Конечно, проще использовать профиль 50 на 50. Но это нам пришлось бы докупать лишние профиля. А так 4 профиля 50 на 40 нам как раз хватает на данную конструкцию. Закрепили по нижней части наши стоечки. Вот они все, 8 штук. Заранее подготовили боковушку. Раз, боковушку. Два и лицевую часть нашего камина. Да, вот так вот она будет выглядеть. Отверстие я решил сделать полукругом. Почему-то так я захотел. И считаю, что так будет интереснее. Потому что вот так вот по периметру у нас будут кирпичики. И, соответственно, кирпичики будут вот так же. Но я думаю, будет смотреть все шикарно. Поэтому вот такой вот вариант оставляю. Если вдруг он чем-то не устроит, мы всегда можем его сделать квадрат. И теперь нам нужно закрыть верхнюю часть крышкой. Вон она там внизу стоит. Сейчас мы его наденем. Тоже зафиксируем. Фиксируем мы с помощью просекателя. Выглядит это вот так. Вот отверстие. Вот отверстие. Это нам нужно для того, чтобы зафиксировать нашу конструкцию. И чтобы никакие торчащие элементы не мешали нам в будущем крутить кипсокартон. Очень удобно, быстро ускоряет процесс. Короче, так-то так. Поехали дальше. Верхние и нижние части каркаса нашего камина готовы. Немножко конструкция жидкая. Но в этом нет ничего страшного. Не пугайтесь. Здесь усиление как раз нам даст листы гипсокартона. Когда мы их зафиксируем, закрепим, наш камин уже будет жесткий. И не будет вот такой вот вибрации. Так что сейчас крепим листы гипсокартона. Продолжение следует... Ну вот, даже при слабой фиксации уже не шатается. Ну вот это вот неустойчиво просто стоит на узках. А так вот уже все, конструкция стала жесткой. Это еще за отсутствием боковых стенок и задней стенки. И так, в общем, основная часть нашего камина готова. Сделали мы все колонны. Сделали внутреннее наполнение. Здесь вот отверстие сделал. Это у нас здесь будет лампочка. И розетка. Розетка нужна для того, чтобы подключить гирлянду. Здесь будет на основании лежать гирлянда, там дрова. Ну, в общем, делать видимость камина. Ну, или тут будет установлен какой-нибудь камин. Ну, такой своеобразный огонь. И потом мы зашиваем заднюю стенку. Вот так вот. Листом гипсокартона также. И все. Конструкция наша будет готова. Мы ее транспортируем в место его расположения. И там уже продолжим дальнейшую обработку. Ну, что ж. В общем, вот такой камин у меня получился. Это еще не окончательный его вид. Он преобразится чуть позже. Когда тут уже появляется декоративное покрытие в виде кирпичиков. Верхняя часть тоже чем-нибудь обработается. В общем, как это все будет выглядеть, вы увидите в следующем видео. Я поступлю сейчас как настоящий блогер. Оставлю самое сладкое, самое вкусное на потом. Не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропустить видео о том, как будет выглядеть этот камин в завершении. На этом на все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на канале Перестроек 116. С вами был Капси Долинар. Мастер на все руки. Пока. Субтитры подогнал «Симон»